основа успешной инвестиции это экспертиза давайте поговорим о том как это делается германии при выборе объекта стоит учитывать немаловажную вещь вот это вот инвестиционно привлекательный продукт который мы определили подтверждает наш первоначальный анализ но это всего лишь верхушка айсберг то что находится под эта верхушка здесь уже может быть только детальной экспертизы здесь включается дилидженс люди лежит как юридически экономически иногда приходится и налога правдить в том числе в зависимости от сложности структура сложности транзакция целесообразность проведения люди лежит зависит в первую очередь от объема сделки я бы не стал проводить бюджет при покупке квартиры за 50000 евро то есть целесообразность этого теряется детальную бюджет глубокие люди как юридические технические и налоговые стоит уже проводить при реализации коммерческих объектов а не делали инстуристы и чем-либо даже при покупке квартиры можно проверить второй и третий разделы по земельной книге на предмет обременения имущества но конечно чем больше объект тем важнее проведение процедуры due diligence случае эксплуатации крупных объектов недвижимости с большим количеством арендаторов необходимо удостовериться все ли риски известны и нет ли противоречий между отдельными договорами так что в конечном счете все зависит от размеров объекта и юридический бюджет это в первую очередь поиск рисков договорах выявляются договора которые не имеют юридическая сила либо в поземельной книге существуют применения которые невозможно убрать если мы видим риск арендного договора в процентах наверно 40 всех экспертиз такой риск существует то здесь нужно наверное сделать какое-то действие то есть нужно сделать дополнительное соглашение к арендному договору который исключает риск досрочного его расторжения потому что вся музыка вашего кэшфлоу она заложена именно в арендном договоре это как ноты той музыки которая будет в будущем вот естественно они не всегда соответствует вашим пожеланиям но при этом существует механизм который позволяет их исправить экономические люди но это расчет кэшло с экономически видел основываясь на том результате юридическая экспертиза который у нас лежит нам нужно создать своего рода бизнес-план или четкий инвестиционный меморандум который отображает все то что мы приобретаем и индексация арендных договоров то есть какой степени будет будущем расти арендная плата там отображается те расходы которые не перенимаются арендатором положатся на собственника это именно то что влияет непосредственно на экономику и первоначальная информация о объекте который мы получаем в большей степени не подтверждается когда мы проводим экономическую экспертизу то есть если мы в среднем считаем там расходы которые не перенимаются арендатором в каком-то объеме то прочитав арендный договор понимаем что значительно большим объемом придется эти расходы нести непосредственно собственного техническую экспертизу целесообразно проводить не в новых объектах для того чтобы выявить его состояние допустим доната у нас как инженер является специалистом данного сегмента она может оценить какое техническое состояние сегодня объект имеет насколько морально повторяющая техническое оборудование насколько проводились ремонт на работу на нем и так далее если же мы говорим о абсолютно новых объектах то здесь данный момент можно сэкономить как правило покупая приобретая новый объект вы приобретаете его с гарантии на саму строительную субстанцию лично я еще ни разу не сталкивалась с объектами на которых не были бы обнаружены дефекты мы как всегда фиксируем небольшие а иногда более значительные повреждения и особенно важно определить их сразу на месте поймите правильно в германии по-прежнему действуют очень высокие стандарты в сфере строительства но ведь строительством занимаются живые люди при покупке вторичной недвижимости повреждения могут обнаружиться из-за долгой эксплуатации воздействия окружающей среды но чтобы устранить их в первую очередь необходимо распознать при заказе делу основным все таки является постановка правильного технического задания юристов если инвестор не ставит не пишет правильные технические задачи вы можете на людям потратить сотни тысяч евро у вас будет результате тысяча страниц которые не отобразят того что вы желаете то есть первое нужно поставить правильное техническое задание на что нужно обратить внимание юристы результат его работы сам due diligence это уже обязующий документ за которого несет ответственность и допустив если юрист запускает при этом серьезные ошибки то он за них отвечает стоимость due diligence зависит в первую очередь от самой транзакции если мы покупаем к примеру небольшой супермаркет один-два арендатора мы исходим из того что у нас идеальный случай продавец у нас профессионал все документы аккуратно сложены в дата ром юрист получает доступ к этому дата ром ему нет необходимости бегать за дополнительными документами искать где-то дополнительные документы запрашивать и в муниципалитете на такую работу идет может быть 10 14 дней если же мы говорим о сложных транзакциях у нас была сделка проверяли объектом находится более 50 арендаторов соответственно нужно прочитать более 50 аренд договоров создается рабочая группа рабочая группа из трех пяти человек у нас были случаи где стоимость удила выходила на несколько сотен тысяч евро длительность проверки зависит от профессионализма продавца если документы представлены в полном объеме многое зависит от размеров и сложности объекта срок меняется если специалист находит новые риски и приходится запрашивать новые документы но как правило для объекта средних размеров четырьмя пятью арендаторами я бы установил срок дью-диллидженс от четырех до шести недель хотя в моей практике самый долгий процесс заключения сделки занял полтора года самый высокий собор в мире который находится центр ульма дает также туристам возможность подняться на самый верх то есть если вы осилите 768 ступенек то вы можете на балкончике наблюдать великолепный вид дело в том что часто приходится встречать гостей из-за рубежа поэтому я уже ну не знаю несколько десятков раз точно подымался на на самую верхушку если ваше физическое состояние спортивная форма соответствует как скажем нормам хотя бы средним то в течение 20 минут вы можете быть на самом верху и наслаждаться видом вплоть до альп если погода позволит стоит при этом учитывать для того чтобы подняться наверх можно сделать только физически пешком так как лифтов нет начало строительства этого собора берет в 1377 году тогда лифт еще не были предусмотрены big property подразделения холдинга ст 77 вот уже 40 лет наша профессиональная команда представляет интересы частных инвесторов на немецком рынке недвижимости подбор оптимальных объектов реализация инвестиционно-строительных проектов комплексное управление big property экспертные решения инвестиционных задач в германии